Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Был домашний сын, поступил в университет, ушел к девушке жить. Как-то рано, я считаю, мне говорит мама, отстань, я уже взрослый, сам дитя летом, а я ночами не сплю, 20 лет у меня-то нет. Про это предпосылок не было, думала просто встречаться с девушками учиться и жить дома будет. Как принять или не принять? Просто муж уехал в другой город в работе, там сделал ребенка на стороне, развелись, папа-то был старик, а мама всегда переживательная наследка. Я вот думаю, был бы отец дома, он бы не ушел. Давайте подумаем про то, о чем вы пишете. Вы пишете о том, что вы слишком сильно переживаете за сцены. Вы пишете о том, что у него нет ума, то есть по большому счету здесь идет обесценивание, да? Вот, и вы говорите о том, что переживаете за него, боитесь, что-то случится, например, или что-то еще. Вот, как мне кажется, по причине того, что своей собственной жизни у вас особо нет. То есть, вы объясняете себе непринятие его ухода или переживание его ухода тем, что рано. Ну, понимаете, штука в том, что если рано в 20, то рано и в 30. Потому что если вы одна, если вы после мужа вашего, да, после того, как вы вот с мужем своим развелись, никого не встретили, ни с кем отношения не начали, вот, то, вероятно, на вас как-то вот оказывают влияние эти факторы. В частности, это фактор того, чтобы быть нужным. В частности, фактор того, что, как я уже сказал, потеря жизненного смысла. То есть, штука здесь в том, что действительно может быть, что вашему сыну рано, вот. Но, важно понимать, что по-другому не научиться. То есть, если вы хотите, чтобы ваш сын был самостоятельным, то, как бы по-другому ему не научиться. То, как вы, вот, говорите о том, что он был домашним. Вот. Говорит о том, что он был. Вот это устраивает. Что он был, ну, что он был домашним. Вот. Вот. То есть, вам нравилось, что он был домашним. Вам нравилось, что он... В этом... В этом смысле... Был все дым оплываться. Вот. То есть, эээ... Ситуация, ситуация здесь, она... Такая. Как мне кажется... Как мне кажется. Вот. И, соответственно, вы зависимы... Эмоционально зависимы, получается. От... Выводки. Вот. Вот. В зависимы, за... Септава из Белого. Эээ... Ну. Привыкли... К нему. Эээ... Эээ... Привыкли и, ээээ... Не... Не видите... Эээ... Не чувствуете, что можете жить, жить как три ночи. Как три ночи. Вот. Ну. Я имею ввиду самостоятельно. То есть, что такое переживание и что такое наследка? Человек, который живет для кого? Человек, для которого смысл собственной жизни в том, чтобы жить ради других. А все до гиперопека, да, и переживание, вот такая вот история. Поэтому учиться жить самостоятельно – это то, что может вам предложить психолог. Учиться жить для себя, возможно решить некоторые свои проблемы, некоторые свои трудности, вот конфликты, переживания, травмы, которые у вас могут быть. Я думаю, что ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Вот так вот. Другой вопрос, другой вопрос, что обычно, может быть и не совсем обычно, но частенько бывает так, что... имеет место быть сопротивление. Вот. То есть, ну, вы можете сопротивляться этому и пытаться... убедить себя и своего сына в том, что ему рано. Вот. Просто постарайтесь обратить внимание на то, что вы пытаетесь привязать. Вы пытаетесь привязать своего ребенка к себе. Вот. Вот. Может быть, вы видите в нем какое-то напоминание о, допустим, мужей вас это притягивает. Вот. Вот. Такое. Бывает. То есть, идет вот такой перенос, да, то есть, вот привязка к мужч... ну, привязка к мужчинам. Если не к мужчинам. Если не к мужчинам, то к ребенку. Вот. То есть, так вот, такое бывает. Вот. Но, в целом, вот, что меня смущает, да, то, что мама всегда переживательная, говорите вы. То есть, как, то есть, тут как будто бы что? Тут как будто бы... История, история о том, что вы себя вот никак, кроме как маму, да, не воспринимаете. Вот. Вот. Ну, вы же не только мам. Вот. Вот. Вы еще и женщина, вы еще и субъект деятельности, вы еще и социальный индивид, но вот, вы еще и друг подруга и так далее. То есть, у вас достаточно много ролей. Вот. Вот. Но вы на эти роли, это вот, получается, что забивает. Вот. И это вот, естественно, рассказывается, рассказывается очень сильно. на том, например, как вы к себе относитесь, да, это сказывается на том, как вы к сыну относитесь, это сказывается на том, что вы, там, хотите, чтобы он продолжал быть домашним и так далее. Вот. Вот. А, ну вот, вы говорите, значит, что двадцать лет, двадцать лет, но нет, сам дитё-дитё. Вот. Вот. То есть, вот обратите на это внимание, да, что вы видите своего ребёнка, да. Ну, по сути, вот, по-прежнему ребёнка, ну, как бы, вот. Вот. Я надеюсь, что вы понимаете, что, ну, как бы, ничего хорошего в этом нет. Да. То есть, ну, вот, эм, я бы сказал, эм, больше, эм, больше равноправия. Вот. Надо постараться привнести вам вашу жизнь. Вот. Я бы так сказал. Но для этого необходимо обрести внутреннюю опору. Вот. У вас этой внутренней опоры сейчас, к сожалению, нет. И отсюда возникают, конечно, проблемы. Вот. Поэтому, мне кажется, что вы сами не до конца определились с тем, чего вы хотите и какую задачу ставите перед психологом. Вот. Поэтому, давайте, наверное, определитесь с этим, а дальше уже, эээ, поставьте задачи перед специалистом и начинайте работать. Вот. В, важно понимать, важно понимать, что те чувства, которые испытывают того, что сын ушёл, ненормально. То есть, нормально испытывать грусть, гнев, раздражение, может быть, страх, тревогу и так далее. И сыну, в принципе, об этом можно говорить. Вот. Не в плане того, да, что, что давай возвращайся. Или я бедный несчастный. А в плане того, что просто вот, сынок, я тебя там очень люблю, да, ну вот, переживаю сейчас, эээ, ты меня там, извини, грубо говоря, и прочь, прочь, прочь. Вот. Эээ, что ещё хочется, эээ, сказать, и что ещё хочется вас спросить. Да. Вот вы говорите, например, о том, эээ, значит, что переживаете за сын и говорите, что не спите на чем. На чем? Вот. Ну, вопрос такой к вам. Эээ, чего вы боитесь? То есть, чего вы опасаетесь? Ну вот. Из-за чего вы, собственно говоря, не спите на чем? Что вы думаете, произойдёт с вашим сыном? Ну вот. То, что вы говорите про авторитет, на мой взгляд, очень сильно похоже на попытку себя обезопасить. Вот. На попытку себя защитить. А это значит, что вы себя чувствуете не совсем защищённым. Это значит, что вы чувствуете себя в измене. А это значит, что вы пытаетесь быть сильнее, чем вы есть. На самом деле. А это означает, в общем и целом, признаки созависимости. Вот. Но с этим можно и нужно работать, это можно и нужно корректировать. Главное, чтобы у вас было желание. Вот. Естественно, это не происходит. Вмиг это происходит. Постепенно. И нужно дать себе время. В этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. А я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.